Добрый день. Корректных статистических данных, конечно, еще нет, но попробуем подвести предварительные итоги вот этих шести месяцев 2016 года в сфере строящегося жилья. Рынок новостроек прежде всего. А вторички будем уборить постольку, поскольку это важно или интересно или влияет на уровень цен на первичке. Николай, пожалуйста, Ваши общие ощущения? Хуже, лучше, кризис, спад, сползание? Как можно охарактеризовать сегодняшнее состояние рынка? Вы знаете, я бы не сказал, что оно хуже, но достаточно стабильное включение было. Более того, первый квартал был достаточно активным, хорошим по активности. Во многом это было условлено заявлениями о возможности отмены субсидирования ипотеки, господдержки ипотеки. Это дало, по моему ощущению, довольно сильный всплеск продаж, особенно в масс-маркете. После того, как этот всплеск прошел, апрель, май, ну то есть второй квартал был таким более спокойным с точки зрения продаж. Но, тем не менее, я не могу сказать, что это сползание или что это какой-то рост. То есть рынок достаточно стабилен. Вы знаете, Николай, у меня такое ощущение, что наш с вами плацдарм-деятель, наш с вами любимый рынок недвижимости одинаково реагирует на любые неприятности в любой сфере. Скачки валютного курса, рынок резко активизируется. Отмена господдержки ипотеки, рынок немедленно активизируется. Я думаю, что выход Англии из ЕС даст необычайный всплеск продаж на нашем рынке жилья. Не говоря уж об отмене индексации пенсии, о которой было заявлено. Но если мы из-за брейкзита не будем индексировать пенсии, пенсионеры отправятся покупать единички на последние деньги, в кредит и так далее. Чтобы хоть что-то было, так? Ну, вы в некотором смысле совершенно правы, потому что по наблюдениям для российского гражданина, покупка квартиры это в некотором смысле стрессотерапия. Это не является очень часто не какой-то осмысленной инвестицией. То есть как сумочка со стразой. А мы квартирки покупаем. Да, мы квартирки покупаем. То есть стало страшно, некомфортно, пропала уверенность в завтрашнем дне, пойду я на все имеющиеся сбережения, куплю квартирку. Хуже, на не имеющиеся. Или на не имеющиеся, да, пойду возьму ипотечку, пока не подорожало или не подорожало, вот, и куплю квартирку. Это очень хорошо видно, потому что действительно все события, особенно в экономике какие-то, ну, которые выглядят там или могут представляться как носящий угрожающий характер, они немедленно отражаются на рынке недвижимости. Там происходит всплеск спроса. Как подушка безопасности на черный завтрашний день? Ну, более того, я считаю, что девелоперы вообще должны как-то скооперироваться и инспирировать такого рода вбросы в функционную пространство. А брошать валюту, да? Брошать валюту, там время от времени. Я уже подозревал ее в каких-то таких вот интересных вещах. Был у нас такой разговор. Вот это работает безотказно. Всплеск невыплат по кредитам есть какой-то? Если люди тратят последнее, а потом оказывается, что они не в состоянии выплачивать ипотеку. Вы знаете, мы все-таки занимаемся больше премиальным жильем, там этих проблем нет, как таковых. Что касается невыплат по ипотекам и изъятиям залогов, то это лучше, наверное, задавать все-таки вопрос банкам и тем, кто работает с масс-маркетом. Ну, по последнему опросу Высшей школы экономики, вчера были опубликованы результаты, 12% респондентов ответили, что не справились с погашением срок кредита. Речь, конечно, не только про ипотеку, не столько про ипотеку, там, о потребительских кредитах речь, но доля просрочки в ипотеке растет. Я думаю, что мы в один из ближайших наших раундов на следующей встрече или через одну пригласим, обязательно Абербанк послушаем, что они по этому поводу думают. Давно пора. У меня вопрос, собственно, по количественным показателям. Вот за пять месяцев, мы знаем конкретные цифры, у нас Ленобласть по вводу опередила Петербург. Миллион сто тысяч метров Петербурга, миллион сто сорок тысяч метров Ленобласть. Я полагаю, что показатели полугодия будут похожими. Или на одном уровне, или даже Ленобласть чуть-чуть впереди. Николай, это хорошо или плохо? Это регион грузит себя новыми несвойственными проблемами, которых раньше у него не было? Или регион получает новых жителей, налог на имущество и так далее? Как сказать, хорошо или плохо, тут можно в нескольких разрезах об этом говорить. Во-первых, это объективно обусловленные обстоятельства, потому что дефицит и сложности с оформлением земельных участков в городе, они в какой-то момент выпреснули всю эту активность в области, она там начала на картофельных полях, расцвела бурным цветом. Для области это, конечно, определенные сложности, потому что она изначально, субъект федерации довольно небогатый, была не готова к этому. Ни материальная, ни организационная, никак. Не по специалисту. В честь областной администрации они довольно быстро поняли масштаб трагедии и начали предпринимать какие-то меры, чтобы ввести это в хоть сколько-нибудь управляемое русло. С точки зрения, ну, такой, скажем, градостроительной, на мой взгляд, тенденция, конечно, скорее отрицательная. Потому что это в явном виде, то, о чем говорили там уже последние лет пять, наверное, это расползание города, расползание жилья, увеличение масштабов, это увеличение проблем, связанных с трафиком, миграциями и прочее, прочее, прочее. То есть я придерживаюсь последовательно, там все последние годы, позиции, что необходимо заниматься вселенаправленно редевелопментом и инновацией существующих городских территорий. То есть вот эта совокупность расползаний и недоинвестирования в существующий живой фонд, оно создает целый ряд негативных эффектов. Это деградация существующих территорий, да, и это проблемы, связанные с новым девелопментом, в том числе и нагрузка на бюджет, потому что, реновируя то, что уже есть, мы имеем там дорожную сеть, мы имеем в каком-то объеме социальную инфраструктуру, мы имеем инженерную инфраструктуру. В полях все это необходимо создавать с нуля, это дополнительные и очень серьезные капс затраты. У меня две реплики по этому поводу. Ну, я хочу сказать слушателям Фонтанки, что в самих по себе картофельных полях никакого негатива нет. Это устойчивое выражение повелось с конца 40-х из Америки. В картофельных полях строился Левиттаун, первый комплексный объект массовой застройки частного такого односемейного жилья. А второе, Николай, спасибо, вы навели меня на дивную метафору. То есть получается, что наши девелоперы работают методом, как это называется, подсечно-огневого земледелия. То есть спалили кусок леса, высадили на нем злаки, выросли злаки, собрали урожай. Через год надо искать новую поляну, потому что больше не растет. Угробили кусок неаккуратной промышленной застройкой, но очень ценной красно-кирпичной архитектуры, бесспорно. Все, больше там ничего не заделать, там надо землю срывать на 5 метров, как набережная Европы на 7. Хорошо, идем в картофельные поля. А потом не пришлось бы там взрывать, как этот самый замечательный американский комплекс, лауреат Притскеровской премии, который сначала наградили, а потом взорвали. Это как раз было массовое жилье с социальным таким сильным акцентом. Но то, что вы предлагаете, это компактный город, есть идеология компактного города, у них еще не такие влиятельные сторонники. Это выше плотность, не только плотность жилья, но и плотность социальных связей, безопасности. Это тоже все понятно. Голландия очень ютная страна, хотя плотность не ниже нашей, а домики ниже. Но это автоматически переводит весь Петербург, всю черту города в новый разряд бизнес-класса, или там комфорт сильно плюс. Потому что дешевое жилье на таких параметрах не получается. Среди велоплодов. Понимаете ли, сейчас то, о чем вы говорите, уже произошло. Сейчас любой проект в черте кольцевой автодороги, он априори уже там... Но все-таки у метро. Нет, он априори уже является комфорт-классом и высшим. У метро это бизнес-класс. Да, у метро это бизнес-класс. Носквичи нас не понимают, зачем бизнес-классу метро, говорят они. Это на самом деле это произошло, эта тенденция будет только усиливаться в силу, как я уже сказал, того, что дефицит какой-то доступной свободной земли в черте города практически исчерпан. Ну, в черте, я имею в виду, в сложившейся застройке, не в закадившейся шарах. Поэтому строительство... Что нам рассказывали городские начальники все это время, пока они тормозили выдачу разрешения на строительство? Что выдано разрешение чуть ли не на 40 миллионов метров. И что врут все, застройщики, жулики, про то, что земли не хватает. Полно земли просто строить не хотят. Такие были речи. Ну, то, что выдано ППТ, да, оно не выдано, но надо посмотреть... Я сейчас не готов там привести статистику. Надо посмотреть, на что выдана эта ППТ. Очень много ППТ выдано действительно на поля, там, в Каменке, например, там, в Шушарах. Это тоже город. Это как бы не то, что мы привыкли считать городом. Мы все-таки, когда говорим город, мы подразумеваем по умолчанию, что это сложившаяся застройка. 500 гектаров Пушкини, да. 500 гектаров, да. Да, очень много вот именно такого рода проектов планировки согласовано. А то, что находится в черте города, сложившейся застройки, оно все априори уже дорого. Потому что в основном это редевелопмент. Вот сейчас, если вы посмотрите проекты, там, элиты, бизнес-классы, которые запущены, вот, в последний год, например, то практически все это редевелопмент. Вывели завод, построили клубный дом. Да, да, но это не дешево все. Да, конечно. Это очень не дешево. Это сужает круг покупателей. Это сужает круг покупателей. Поэтому у нас сейчас масс-маркет объективно выдавливается в закаде, да, в черте города. Жить, ну, становится, скажем так, ну, даже не жить, наверное, все, покупать недвижимость становится все более и более дорогим удовольствием. Да и жить тоже. В связи с этим вопрос. В июне были приняты новые правила землепользования, которые ограничили высоту 40 метрами, 12 этажей. Это как-то повлияет на цены? Усилит ли этот процесс выдавливания масс-маркета за границей Петербурга или нет? Ну, мы посмотрим, какой это эффект будет иметь с точки зрения вот этого выдавливания. Наверное, да. Чем, скажем так, меньше площади можно построить на каждом участке земли, тем дороже будет стоить эта площадь. То есть в перспективе уже в ближайшие годы у нас жилье в черте города будет еще активнее дорожать? Будет ли оно дорожать? Это вопрос покупательского спроса. Я бы немножко по-другому сформулировал. Ну, и вот то, что мы даже видим сейчас по цифрам, что происходит. Те проекты, которые реализуются в сложившейся застройке, у них не будет больших проблем с ликвидностью, с продажей, прежде всего. Да, вот смогут ли они там поднимать цены, это вопрос, сколько их будет. Все-таки строится довольно много, потенциал по росту цены, на мой взгляд, он очень-очень сильно ограничен. А вот то, что выходит за кольцевую, там будет немножко другая ситуация. Там, по сути, конкурировать кроме как ценой нечем, вот, а снизу подпирается себестоимость. И, скажем, финансовая модель, особенно если компания строит только в закате, она становится менее устойчивой. Уязвимой. Да. Придумает, думаю, очередное ограничение по 214-му закону или там требования к собственному капиталу. Хоп, экономика поехала. И что тогда делать? Поднимать цены и сидеть без продаж, неся капитальные затраты каждый день. Или демпинговать и проваливаться на первой стадии по деньгам с тем, чтобы потом, может быть, поднять на финишной стадии. И то, и другой огромный риск. Подарить объект банку. Подарить объект банку, да, есть такие варианты. Как это в мире обычно и происходит. Ну, у нас пока один такой случай. Еще у нас, по-моему, апарт-отель Виват застройщик мечтает подарить городу, но пока этого еще не случилось. Пока у нас либо люди пропадают с концами, либо держатся за свой объект до последнего, считая, что это золотое дно. Просто посчастливые или несчастные случайности, недооцененные сильно. Какие риски выше? Какие риски у нас более ясны? Что у нас раньше кончится? Тот самый мифический средний класс, который и так съеживается и который покупает все-таки комфорт плюс и бизнес-класс. Или у нас окончательно обнищает масс-маркет и перестанет вестись на ипотеку под 13%, по 12%. Раньше я, по наблюдениям, видно было, что всегда оборот в масс-маркете, он всегда оставался, даже при худшей ситуации. Самое дешевое, оно всегда продается. Люди беднеют, но все равно какие-то потребности у них есть, которые нужно решать. И вот оборот в самом дешевом, он всегда был. Он и сейчас есть, но другой вопрос, что самого дешевого стало очень много. Вот это вот эконом-класса. Ну, один из миллионов, мы считаем. Да, вот это вот все, что как бы выходит там в закаде, в основном это все эконом-класс. Иногда такой очень экономный эконом-класс. Его много. И что начнется? Проекты, которые не получают достаточное количество покупателей. Они будут замораживаться, закрываться, банкротиться. Волна конфликтов и проблемных адресов. Ну, вы знаете, это сильно зависит очень от масштаба застройщика, от его финансовой политики, строит он на свои или на заемные. Но мы сейчас наблюдаем все же радость применительных СУ-155. Ну, СУ-155, ну хорошо, это довольно показательный. Если это компания, которая в силу своего масштаба, ей не могли дать утонуть, ее будут тем или иным образом спасать. Да, ее пытаются спасать, но получается криво пока что. Ну, в Толбомосковье оказывается там. Криво, но тем не менее, как бы сказать, хотя бы декларируют, что будут спасать. Да, если бы у нее был один дом, то, наверное, бы ее не стали спасать. Оставили бы дочков на идее. Давайте я, Инна, спрошу, возможно ли в строительном комплексе та история, которая сейчас замечательным образом совершенно фонтонирует в банковском сегменте. Когда банки банкротятся просто один за другим, а агентство по страхованию вкладов заливает это деньгами из госбюджета, не очень прикрытыми. И спасает банкиров, спасает вкладчиков. Не банкротятся, у банков отзывают лицензии. Отзывают лицензии. У них забирает государство возможность заниматься их там каким-то честным или не очень честным бизнесом. Да, но когда уже дыра в балансе в десятке миллиардов. Когда уже дыра в балансе. Да. У застройщик тоже с удовольствием отдаст свой объект, заработав немножко на домик на багаж. Возможно, но это тоже надо понимать, что это совершенно другой уровень госрегулирования. Все-таки банки это очень зарегулированная отрасль финансовая банковская. Девелопинг, к счастью, пока не настолько зарегулирован. К счастью для строителей, но к несчастью для дольщины. Да вы знаете, наверное, к счастью для всех. Потому что, когда вводили тот же 214, может быть, я, по-моему, вам говорил фразу, что придет время, мы будем вспоминать времена вот этой классической долевки с большой ностальгией. С точки зрения цены. Возможно. Любое государственное регулирование стоит денег. Я понимаю, на каждом семинаре, на каждой встрече с публикой, с читателями, в первом году сидит бабушка, которая говорит одно и то же. Где бы купить недорого, чтобы государство гарантировало надежность и контролировало застройщика. Это каждый раз. Покупайте вторичку, там все уже построено. На вторичке свои залипушки. Насчет дороги я бы поспорил. Это сделок все равно, сомнительные или мошеннические, как ни крути. Эта цифра не меняется годами, какие бы усилия, какие бы риелторские законы не вводило, опять-таки, государство. Страхование титулов. Ой. Что у нас со страховой компанией происходило, да? Ну, люди, которые покупали путевки, страховали там что-то в страховых компаниях. Ну, и где они оказались вместе с страховщиком? Либо мы живем в рынке, либо мы живем в социализме. То есть у каждого из таких крайних вариантов есть много минусов. Так наша с вами задача, Николай, выбрать минимальные риски. Минимальные риски при не очень высокой цене. Минимальные риски не покупать, а арендовать. Я с вами полностью согласен. Как это делают многие в Европе. Моя точка зрения понимается, как, знаете, анахронизм такой. Ну, нет, скорее, это не анахронизм. Даже вот это премьер Шувалов у нас недавно опять говорил, что вот, нельзя там гражданам мешать становиться собственниками. У нас недостаточно еще собственников. Нет, мешать, наверное, не нужно. Но рассматривать это вот как, понимаете, для нашего гражданина с советских времен, наверное, и, к сожалению, там покупка квартиры, это некая там чуть ли не фундаментальная цель существования его. Конечно, да. Николай, в связи с арендным жильем мы давно и так заинтересованно наблюдали над тем, как государство обещает развивать арендное жилье. Вот, наконец, начались какие-то конкретности. Принята программа строительства наемных домов. В Петербурге презентованы первые дома Ванусе Мира. Я не знаю, как эта улица, не Егорова как-то, гораздо дальше. Ершова, по-моему, улица. Вот. Но меня поразило то, что происходит в Айжика. Айжика говорит, что мы 30 миллиардов готовы потратить на создание арендного жилья для небогатых слоев населения, которые не могут купить квартиру. После чего приобретают 10 тысяч метров апартаментов на Новом Арбате, которые сдаются по 5 тысяч рублей в сутки. Еще там 2 или 3 миллиарда компаний Интека получат. Еще 11 миллиардов получит банк ВТБ, который тоже строит, ну, в таких суперских местах. Это совсем страх потеряли, Николай? Это вопрос, скажем, не к рынку недвижимости, это вопрос к ИЖК, к целевому расходу. Но это вопрос к тому, что у нас аренда на жилье от государства еще не скоро будет влиять на цены на вторичном рынке. Это как все, что у нас от государства. У нас любая государственная инициатива, если посмотреть ее в коре, всегда надо смотреть, что распилят и где украдут. Как-то вы пессимистичны. А как же люди? Ну, что значит пессимистично? Я вот с этим подхожу ко всем, в том числе строительным проектам, государствам. Я еще ни разу не ошибся, поэтому никаких разочарований я не испытываю. Всегда надо смотреть, либо у кого отожмут, либо где распилят. То есть граждане, которые раскатали губу, что появятся дома, где за полставки рыночные можно будет снять квартиру у государства, они могут пока... Ну, наверное, нет, наверное, понимаете, наверное, это можно и нужно сделать, но это должен быть несколько другой уровень администрирования. Это, во-первых... Нет, вы знаете, Тоня, это вот... Одну секунду, Николай, это просто вот живые сюжеты. Один из моих водителей, водитель нашей редакции. Да, вот мы, говорит, с удовольствием вписались. Ну, я говорю, сейчас выясню, стал выяснять. Это тайна, покрытая глубоким мраком. Вот эти там 400 или 500 квартир выморочных, которые город сдает кому-то как-то, как они распределяются в науке, неизвестно. Вот эти новые дома, они тоже были в последний момент презентованы, и тоже там не сильно понятно. Это отдельная очередь, на которую надо отдельно вставать через район, там отдельный геморрой. Потребность в этом есть, потребность огромная. Люди уже поняли, что по очереди от государства бесплатные квартиры они не получат никогда. Дадут субсидию ту или другую, ее можно использовать. Мат-капитал народ оперирует уже блестяще, совершенно финансовые гении просто. И обналичивает их что угодно. У нас же есть соц.найм. Какой-никакой, может быть, это пережиток еще в советских времен, но это есть как раз дешевая аренда от государства. Нет, соц.найм это не аренда. Нет, это по смыслу, это аренда от государства. По смыслу, да. То есть это не ваше пределение? Мы будем говорить о трех уровнях аренды. Чистое государство соц.найм, есть некоммерческий найм, и есть коммерческий найм. Это странно, на самом деле. Да, это очень странно. В принципе, ведь идея некого там социального жилья, она очень активно сейчас там в Европе продвигается везде и всюду, там отчасти в Америке даже, то есть social housing, это идея как раз некого датируемого бюджетом жилья, это арендное жилье. То есть когда муниципалитет, либо там государство в виде каких-то органов, она вот датирует вот эту арендную ставку для того, чтобы небогатые люди действительно их не выдавливало там из города куда-то к черту на куличики, они продолжали там жить. Но в принципе, наверное, можно изучить этот европейский опыт. В Швеции очередь на аренду, да, несколько лет. Да, им воспользуются. Но у меня есть некое убежденное, что вот все, что датируется, все, что регулируется, все, что раздается там бесплатно, это все порождает коррупцию. Любая льгота становится товаром на второй день, это понятно. Это все порождает коррупцию. С другой стороны, в этом есть очень хороший практический смысл. Человек, который арендует жилье, пусть даже по социальной ставке, он априори более мобилен. Для Европы сейчас это очень важно, чтобы человек мог спокойно переезжать ближе к месту работы, например, и не ездить с одного конца города в другой, если он там просто с ней не работает. Это все понятно, это прекрасное качество, но это строго по Жмонецкому освещение важного вопроса, вопрос только одной стороны. Давайте посмотрим второе. Что государству сейчас важнее? Обеспечить мобильность населения и свободный переток рабочей силы туда, где она нужнее? Или повесить на себя, на государство, на бюджет заботы о капитальном ремонте домов, которые арендаторы нести не будут по определению? Ну, понимаете, и собственники не очень хотят носить. Ну, понятно, но на собственников это можно повесить, и это уже начинается. Я с удовольствием смотрю на эти первые ласточки, когда на ТСЖ вешают заботу о сохранности памятников. Это просто песня, да, там. Это миллионы, десятки миллионов рублей, которых у жилтоварищей, во-первых, нет, во-вторых, если есть, они не отдадут. Попробуй у них выцепи. Это отдельная такая история будет. Это только-только начинается. И государство, создавая массовую прослойку арендаторов, да, решает часть проблем, но немедленно получает другую часть проблем. Немедленно получает необходимость эти дома содержать, о них заботятся, их толком своевременно ремонтировать. Не должно государство этим владеть. Вообще, фонды, частные собственники, государство может кому-то датировать ставку, там, сиротам, инвалидам. То есть фонды будут получать около 2-3% в год при инфляции 12%. Ну, не 2-3, там больше. Ну, реально больше. В гостиничном секторе 10-12% в гостиничном, да. В арендам 7% будет максимум. 5-6%, но это тоже не так будет, на самом-то деле. Многие частные инвесторы на это, в общем и целом, почему-то согласны. Наши? Потому что наши, да, да, да. Это не очень доходная, но материальная инвестиция, которая, опять же, она всегда в руках, это некий мотив, который двигает людей покупать вот эти, пусть не очень доходные, но... Да возможно, возможно. Я просто все время опасаюсь за людей, которые готовы инвестировать в объекты со сроком окупаемости, там, 10-15-20 лет. Потому что, ну, не приключится новая домодеда, вот так придумает новый закон охот. Это прекрасно. Это же люди, которые верят в будущее нашей страны, нашей экономики. Несмотря ни на что. Несмотря ни на что, конечно. Невзирая на лицо, окружающие нас целую реальность. Их очень ценят. Их очень ценят, потому что без кормовой базы силовики загнутся. Вот как же они без кормовой базы... Я не могу не харчеваться. Мне харчеваться где-то надо. Если никто ничего не будет производить, что же они будут отбирать? Поэтому вопрос с арендой, он еще имеет, вы правильно как бы подметили, один большой плюс, что здание находится в руках у одного собственника. Один собственник несет ответственность за его судьбу, за ремонт, за эксплуатацию, за прочее, прочее, прочее. Потому что, естественно, когда это дом на тысячу квартир и там тысяча собственников, их даже физически собрать невозможно, для того, чтобы они за что-то проголосовали. То есть это абсолютно неуправляемая... Это колхоз, да? Да. Без председателя причем. Да, и в итоге, там все придется к тому, что государство тем или иным образом будет вынуждено волей или неволей на этих людей как-то давить, брать с них деньги, заставлять их принимать какие-то решения или за них принимать решения, потому что под руку вот не будет работать. Естественно, у арендного жилья в этом плане очень-очень много плюсов с точки зрения управления. Вернемся к итогам полугодия. По вашим наблюдениям, цены двинулись вверх, остались стабильны или все-таки немножко сползают все еще? Знаете, они... Средний индекс. Средний индекс, он по элите растет, по B и C классу он немножко спуст, но в пределах погрешности вычислений. Богатые богатеют, бедные беднеют. Ну да, в элите там изменилась, меняется структура, понятно, там и те проекты, которые были на рынке, они там имеют свойство все-таки дорожать, те новые, которые появляются, они имеют свойство появляться по более высокой цене. То есть это как на сырьевом рынке, нефть дорожает, бензин тоже дорожает, нефть дешевеет, бензин опять-таки дорожает по другим причинам. Что бы ни происходило на рынке, дорогое жилье дорожает. Ну, понимаете... Валютные падения мы отыграли? Валютные падения... Ну, у нас же рынок рублевый, то есть я не смотрю даже на валютные цены. Рублевые цены, они достаточно стабильные. Нет, пока я не вижу предпосылок. То есть хотя бы элита пока чувствует себя спокойно? Элита чувствует себя спокойно. Да, в принципе, те, кто строят внутри кольца, тоже чувствуют себя более-менее спокойно. Если сравнить спрос в этом году с первым полугодием 2015-2014, что будет? Есть ли падение... Сейчас, можно посмотреть. Зашу разрешение, открою. Тоня, вы имеете в виду объем спроса? Да. Активность спроса, да? Ну, объем сделок. Ну, вы знаете... Объем сделок в первом полугодии, допустим, он вырос в прошлом году. В элитке или в масс-маркете? Странно, он вырос именно в масс-маркете, в том числе, в пригородах. Он вырос в B-классе. Вот, а в элитке он не вырос. То есть количество сделок растет? То есть количество сделок, оно росло, большую часть этого прироста дал первый квартал. То есть даже у тех безумных проектов, которые заявляются сейчас, там, ну ладно, там 200 тысяч в Южном, это туда-сюда, но полтора миллиона в Малых Колпанах, это все-таки сильно, согласитесь. С переводом туда правительства Ленобласта и другими интересные планы. Ну, собственно, я не вижу смысла обсуждать бумажные проекты, их очень много. Там можно вытащить там таких миллионников, миллионников, я не знаю, там, сходу штук 20, причем они существуют многие уже не один год. Вы знаете, они в той или иной степени отвлекают на себя определенное внимание покупателей. Они отвлекают на себя в основном внимание журналистов. Потому что до покупателей они еще не дошли, и дойдут ли когда-либо это неизвестно. То есть мы сейчас там в этой же зоне, там, вокруг Ниизна, в Ломоносовском районе, в Гачинском районе есть локальные симпатичные малоэтажные проекты. И они будут строиться, развиваться без учета вот этих вот радостей. А потом вдруг какой-то из этих проектов все-таки выстрелит или будет датирован, или получит какие-то преференции от регионального правительства, и комфортные себе обитатели малоэтажки вдруг обнаружат вокруг такой вот Диснейленд, 25 этажей нет, но в 16-то вполне вероятно. Такое уже было в Мурино. Такое было в Мурино, такое в Юках произошло. Ровно то вот это самое, да, когда обитатели коттеджей обнаружили, что они теперь живут в спальном районе нечаянно. Это естественные риски комфортного сегмента. Ну, с этим я не очень понимаю, как это можно предотвратить. Если есть проект, который имеет некую рыночную экономическую целесообразность, то велика вероятность, что он будет реализован, если он не нравится кому-то рядом на соседнем участке, но это в некотором смысле проблема тех. Это вечная история. Те, кто пришел на этот участок, они тоже кому-то не нравились. Это просто историческая смена происходит. Да, первый Ингерман Ванца тоже был не в восторге от понаехавших русских. С чего тут? Вот, но я, честно говоря, затрудняюсь сейчас, вот исходя из имеющейся информации и тех тенденций, которые мы видим, сказать о проекте, что вот он имеет под собой экономическую основу, реальность, а этот нет. Вот как вы их разделяете, от чего это зависит? Вот вам представляют новый проект, вы же консультируете постоянно застройщиков. Конечно, но ведь видно всегда в экономической модели, прежде всего, какой темп продаж заложен, насколько реально вообще продавать там с теми показателями, которые для себя планируют инвесторы. Насколько реально продать 10 тысяч квартир малых колпанов, да? Да, малых колпанов или где бы то ни было еще. Да, то есть если люди там, ну, условно там рисуют себе модели, что они будут продавать за год столько же, сколько продается на самом остальном рынке вместе взятом, то, наверное, это очень нереалистично. Ну, вы знаете, тут не то, чтобы поспорить, можно просто напомнить, вот именно в таких параметрах начиналась программа реновации. И они сейчас, конечно, далеко не соблюдают тех темпов, которые заложены в договоре. Но ведь некоторые кварталы сдвинулись, там работа идет, она, и уже понятно, что другими темпами. Но проект не дохлый, проект живой, потому что у него есть потребность. Живой, да. Он живой, это хороший проект. Хотя первоначальный бизнес-план абсолютно, ну, авантюрный, скажем так. Ну, понимаете, если сравнить там начальный, я, к сожалению, уже на сайте к вам не помню, там, что было заложено. Я его видел, но... Там по миллиону 200 они должны были сдавать каждый год. Посмотреть даже изначальный план реновации, сравнить вот с той же Северной долиной, например, которая очень куда продавала, да, в тот исторический год, он не выглядит таким уж прямо совсем фантастически. Другой вопрос, что там возникло огромное количество сложностей, эти же согласовательные, которые были не учтены вначале. Но ведь и вторая Северная долина сейчас вряд ли возможно. Вторая Северная долина... Выявились не только плюсы, но и некоторые, скажем так. Ну, слушайте, люди, которые живут в Северной долине, они в общем и целом счастливы. По-разному. По-разному, но мы там проводили опросы, в целом там очень много, наверное, большинство довольных людей, которые там живут. А те 34%, которые не собирались там жить? Повторить успех Северной долины сложно, потому что таких долин появилось много. Там она была первая и единственная. У метро. И у метро, да. Сейчас найти там станцию метро, около которой можно застроить гектар 200 жильем, довольно проблематично. Придется сначала откопать. Разве Мурино это не вторая Северная долина? Ну, Мурино это... Мурино и Девяткино? Не совсем так, потому что Северная долина реализуется одним девелопером. Вот это главное. Там есть единая схема управления и примерное представление о том, что и когда будет. А это колбас. Таким лоскутным нет проблем. Это 10 маленьких Северных долинок, каждая на свой манер. Каждая на свой лад со своими там тараканами. И главное, что со своими технологическими коридорами, со своими сетями. Главное, что между собой еще не считается согласно. У Камурино пытается координировать эти усилия, чтобы хотя бы в одну канаву закапывали. Зачем же каждому свою-то рыть? Никакой земли не хватит, хотя ее и много. Это проблема управления. Это проблема, когда определенная зона развивается... Ну, это проблема ЛНД. В лоскутном одеяло. Да, конечно. Северная долина, это прежде всего нужно смотреть на проект ЛНД, который в одних руках. Это просто. Я хочу учесть уже на проект непосредственно строительства жилья. Там могло строить дома, там могло много девелоперов. Но то, что это изначально делалось по единому плану с общими сетями, дорогами и прочим, 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 это один из основных факторов успешности такого. Ну, я бы, наверное, в качестве примера привел еще проект Новосилия. Он подальше, он менее востребованный, но он по той же схеме идет, потому что там тоже в одних руках находятся и земля, и контактовая администрация, и схема управления, и транспорт. Все это как-то решается. В Кудрово отдел строится, строит реста примерно такая же история. То есть они тоже сидят как бы на одном вот проекте. В Кудрово я как раз разговаривал с человеком, который проектировал первоначальные варианты, участвовал в этом процессе. Проблема в том, что там вся схема и уличная дорожная сеть были рассчитаны на 28 тысяч человек. С 30 тысяч начинались поликлиники, а они хотели избежать. Ну, а сейчас там 120. А УДС та же самая. И все, и начинается коллапс. Теперь надо решать это волевыми методами с привлечением дирекции по транспорту. Это вопрос к тем, кто согласовывал. Конечно, конечно. Ну, собственно, правительство региона так и говорит. Итак, давайте к финалу. Кризис в виде обвала нас не ожидает, если я правильно вас помню. Нет, не ожидает. Кризис в виде вялого сползания спроса и проблем на отдельных проектах возможен, но это не основной вариант. Как вы считаете? Ну, вы знаете, он существенно не зависит от экономического состояния. То есть пока мы не видим, чтобы у людей росли доходы. Если у людей не растут доходы, значит предпосылок для того, чтобы не будет расти рынок, ну, расти он точно не может, да, и есть определенный риск, что деньги у людей начнут кончаться, и, соответственно, объем спроса действительно может поползти вниз. Такая вероятность есть. Я не оцениваю ее пока в текущих реалиях как существенно большой, но она существует, тем не менее. Пока деньги все не кончаются и не кончаются. Да, люди, они все время обманывают наши ожидания, да, деньги у них никак не кончаются. Они обманывают наше государство. У нас ты тоже считаешь, что давно важны были кончиться? Да, да. Ну, это, смотри, материалы и работы Симона Кордонского о том, что теневая экономика – это не 40%, а это еще 100%. Вполне возможно и так. Ну, и, конечно, остается всегда тот выход, с которого мы начали. Если все будет плохо, если спрос будет падать, девелоперы соберутся, покумекают и снова устроят какой-нибудь кризис. Либо валютный, либо внешнеполитический, чтобы граждане напугались и побежали в качестве утешения покупать бетон, инвестировать в бетон, покупать квадратные метры. Не самая плохая средств терапии, наверное. По крайней мере, на пользу государственной казни и будущим поколениям. Если не придется все это взрывать, хотя, в принципе, это тоже рабочие места. У меня вопросы кончились, время у нас заканчивается. Антонина. Хотелось спросить о настроениях девелоперов, в принципе. Как они тормозят проекты или ищут активные новые пятна? Что происходит в сумах? По-разному. В целом объем предложений на рынке понемногу сокращается. Это абсолютно обоснованно, потому что спрос не растет по сравнению с пиками, показателями 2014 года он сократился. И те девелоперы, у которых большие инвестиционные программы, они их придерживают в основном. Тем не менее, параллельно идет процесс поиска новых пятен, идут переговоры, идут покупки новых участков, формирование инвестиционных программ на перспективу. Потому что все это, понятно, кризис не вечен, низкий спрос не вечен, но когда-то активизация у нас ждет. Прошло несколько сделок с землей, которых мы, например, знаем. Выходят новые игроки, москвичи, достаточно активно в течение прошлого года. Этого года демонстрируют интерес к Санкт-Петербургу. Глоракс, Мортон. Глоракс, Пик, Мортон, да, там ФСК Лидер, там есть еще игроки. Что приполагаемо, что в Москве деньги кончаются? Ну, в Москве тоже есть свои сложности. Там, да, в самой Москве ведь тоже стало сложно. Строить, да, и рынок, скажем, выходит так же там в закаде. А если есть возможность купить что-то в черте Санкт-Петербурга, то по экономике, наверное, это не намного хуже, чем строить где-нибудь в полях, где-то в Москве. Ну, как бы то ни было, спрос со стороны московских игроков есть, выходят достаточно крупные игроки смотрят на достаточно большие участки. То есть, ну, рынок живет, тоже нельзя сказать, что все там внезапно остановились, перестали что-то покупать, перестали что-то рассматривать. Такая ситуация, скорее, в прошлом году была, когда был очень вялый земельный рынок. Сейчас, ну, произошла некая-то перезагрузка, да, у девелоперов, и они в новых реалиях там смотрят, продолжают смотреть. Апокалиптические настроения закончились? Ну, они не то что апокалиптические, понимаете, люди, вот, девелоперы петербургские, особенно те, кто давно поработал, особенно те, кто там имел несчастье поработать в историческом центре, они находятся, да, в неком таком упадке духа, и такое ощущение, что им от жизни уже, может быть, ничего особо и не надо. Ну, как Сапрамадзе, уехал, Лондар, открыл ресторан и уехал и болелся. Ну, просто очень большое количество, действительно, всяких там грустных историй, там, отмен, заморозок, градозащитников, там, еще чего-то, которые, ну, как бы, волю к победе существенно подрывают. Тем не менее, у многих девелоперов вполне себе оптимистичные, бодрые настроения. Я поддержу оптимистические оценки Николая, потому что, в отличие от прогнивших западной демократии, где возможны неожиданные решения, взяли и проголосовали за это. У нас таких шалостей не будет. У нас будет плохо, но спланировано, в понятных параметрах и по понятным основаниям. Спасибо, друзья. В эфире была программа «Квадрат». Гость студии Николай Пашков, Антонина Асанова, Дмитрий Синочкин. Всего доброго. Увидимся через неделю. До свидания. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова